Это популярность. Это общие расходы, продукты, бензин. А третья точка, как раз если она остается, на твердый день. Сегодня у меня движутся. Завтра я без обеда. Ну это такое, да? Вот дорога, да. Очень живой. 800 тысяч. Что это все? Возвращаются на 700 тысяч. Снимают. Ага. Особенно. А если в этом приедешь, то приедешь. Общенщики возвращаются. Лежат там деньги на покупку. А где лежат? Потому что вот они тоже лежат. А здесь так же бесцветится. Вначале, когда ты не сказал, что мне было страшно вводить код. Мне казалось, что все смотрят. И семья у меня. Я проверяла наточки в день по три раза. И вот в эту ванку я пойду проверяю. А вот такие, чтобы в ванку не снял. Просто это на другую власть. Столько много столовых людей. И вот отходы берется. Поэтому я не доверяю мне. Вот вы действительно там вот такие ушлые проводы. И даже человеком хранит даже, что у них денег будет. Я включаюсь в страховочку, в чек. Вот мое поколение, как мне кажется, это люди, которые приходят работать с людьми. И общаться с людьми. Как ты объясняешь проблему по телефону. Я вас переключу, ты объясняешь проблему. Я вас переключу. Ты объясняешь проблему. Я вас переключу. Презид, извините, связь прямо у вас. Чем проще система, тем быстрее принимаешь и начинаешь им пользоваться. В данном случае я через Луна была в детской битали. Там, где начинал пять пришли, и у меня не оказывается. И когда я пришла, было интересно, чтобы просто вставить в фантоматную туру. Я думала, что он был шар, и раз в течение года. Позвольте, позвольте, это шар для себя приятно. Тут нужно угарить более подрядный шар. Ни какого-то в пользу, а именно основа такого оборудования. Все, пожалуйста. Там сложно говорить. Как банк проводит? Но то шар, который по кредитам, они, естественно, зависят от политики центральной банки. Ну, центральная банка России. Да, где банк? Пригодите банк России. Правильно? А последний вопрос. Абсолютно людей вводил стресс. И количественные исследования также показывают, что, ну, вообще знание, то, что центральный банк регулирует финансовые рынки, около 20% взрослого населения это могут подтвердить. Причем на втором месте спиртбанк. Это действительно количественные данные также подтверждается. На страховом рынке повезло Росбустраху. На рынке платежных услуг мастерка АТО и КИВИ. Ну, как в качестве регулятора. С точки зрения, с точки зрения потребителей. Спасибо. Давайте еще раз поблагодарим друзей. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень активный вопрос. Всегда есть такой, самый главный, правильный вопрос задать вовремя. Я думаю, что вы показывали коллегам от регуляторов? Да, конечно. Им нужно развивать промоушен. Уже стала программа по популяризации среди населения. Спасибо. Владимир, вам слово. Потому что на ваши цифры ссылались. И поэтому сделаем такую подводку. Спасибо. Булат. Но Булат еще не сказал, что я взял на себя собственно обязательство умножиться 8 минут. Добрый день, коллеги. На самом деле, я хочу вам сказать третье. Первое, это то, что вы можете использовать данные Национального бюро кредитных историй в своих маркетинговых целях. Это первое. И второе, это то, что вы можете использовать данные Национального бюро кредитных историй в своих маркетинговых целях. И второе, это то, что это вам ничего не будет стоить. Потому что все эти данные получает ваш риск-менеджер либо департамент по взысканию, и вам достаточно просто подойти к ним и получить эти данные и использовать их в маркетинге. Мысль номер ноль. Мы говорим о том, что банковское розничное кредитование пришло в новую стадию. Вот этот слайд показывает на то, как сократились темпы розничного кредитования. Они все время сокращались в первом квартале 2015 года. Там вообще серьезное падение. При этом просроченная задолженность, доля просроченной задолженности в портфелях растет, особенно по необеспеченным видам кредитования. Индекс людей на здоровье снижается. Смысл всех этих трех слайдов в том, что розничное банковское кредитование действительно вступает в новую реальность. Уже вступил, вы это очевидно ощущаете. И если раньше мы работали на основном ориентируясь на входящий поток, то есть вы каким-то образом изучали свою аудиторию, давали рекламу, эти люди приходили к вам, риск менеджер оценивал, выдавали кредит. Сейчас все не так. Сейчас у нас есть уже минимальный входящий поток, у нас есть накопленная клиентская база, так или иначе, и у нас существенная доля этой клиентской базы проблемная. Поэтому, собственно, видение стороны риск менеджмента это то, что сегмент усилия розничного кредитования с входящего потока смещается в сторону развития клиентской базы, уже существующей. Собственно, тут выдумывать ничего нельзя. Это кросс-продажа, это профилактика дефолта, в том числе республикализация действующего кредита и повышение эффективности взыскания. Собственно, вот это то, на чем специализируется национальная бюро кредитных историй и улучшение качества оценки риска на входящем потоке. Он все-таки будет, конечно. Во всех этих вещах риск менеджмента и взыскания мы помогаем достаточно эффективно, но маркетинг в этом процессе остается несколько в стороне, хотя вот на всех встречах с рисковиками, с взыскателями все говорят, ой, маркетинг такой дорогой, ой, маркетинг нас не понимает, потому что нагоняет нам какую-то аудиторию, с которой делать нечего. Маркетинг, с другой стороны, прошу прощения, заслан, катит почку на рисковку, но вам классных клиентов подгоняем, а вы никого кредитуете. Конфликт, такой же конфликт между рисковиками и взысканием, потому что есть портфель, переходят к взысканию, взысканию говорит, кому мы выдавали кредиты вообще, это невозможно взыскивать, рисковики говорят, друзья мои, мы кредиты выдавали нормально, передали вам нормальный портфель, работайте. Проблемы. И маркетинг в этой цепочке присутствует, причем может быть вот эта слепочка спорная, но дорогие товарищи, у нас уже есть клиенты, вам как или иначе придется с этим работать, поэтому и маркетинг здесь есть. Так вот, какие данные у вас есть? Есть такая система оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков, называется она сигнал. В большинстве банков у нас стоит. Булат, вы их пользуетесь? Нет, я имею в виду в плане то, что взыскание и риски активно ее пользуют, а вот в маркетинге, в планировании маркетинга. В рамках подготовки предложений с какими клиентами на рабочие встречи каждый день нужно? Ну, вот, хотя бы, а на самом деле так и есть, потому что система что позволяет? Вы видите, как ваш существующий клиент какие-либо действия совершает в отношении кредитных обязательств других кредиторов и на основании полученного сигнала принимаете какое-то решение. Ну, простой пример. Какой продукт кому предложили? Общепринятая сейчас ситуация банк. Есть клиентская база, мы сделали ее мониторинг, рисковики кого-то одобрили и вот мы сейчас решили продвигаем кредитную карту с таким-то лимитом условно и по всему списку эту смс отправили либо звонки либо письма. Отклип понятно. в лучшем случае что мы можем сделать? можем на основании пре-скоринга, пре-мониторинга разбить этих клиентов по возможностям и им уже отправлять специализированные предложения уже не таким более точечно. Отпект можно предположить будет лучше. Но если мы будем учитывать предпочтения собственных клиентов, которые мы очень хорошо понимаем на основании сигнала, то есть человек запрашивает ипотечный кредит в каком-то банке. Вы это видите сразу же в этот же день и вы отправляете ему предложение по ипотечному кредиту. Можно предположить какой будет опыт. Существенно выше, если это пойдет человеку, который даже не думает по ипотечному кредиту. Это как раз подтверждает тезис Гузели о том, что точнее не ее, а результаты исследования о том, что клиенты выбирают, принимают решения на основе первого отклика. и собственно да. Это мы говорили о персонализированной информации, которая поможет непосредственно в коммуникациях с клиентами. Второй важный момент это возможность оценки эффективности каналов. Тоже ваши резкие получают так называемые бетчмаркет отчеты. Когда вы понимаете собственный портфель в различных разрезах и понимаете аналогичные цифры по конкурентной группе, которую вы выбираете. что здесь хочу сказать. Да, вы каким-то образом свои маркетинговые коммуникации сейчас оцениваете. Вы берете по 101 форме динамику кредита у себя или по управленческой отчетности по 101 форме у конкурента. Смотрите по 102 форма затраты на рекламу у него, смотрите сколько вам клиент, сколько ему. Все хорошо, но эти формы не показывают разбитие по типам кредита. По регионам вы не увидите, а коммуникации могут быть разные. А здесь вы качество входящей популяции у себя и что важно у конкурентов увидите по всем этим параметрам по типам кредита, по возрастам заемщика и так далее. И что важно то может быть два с половиной вещь, о которых хотел сказать, это то, что маркетингу надо брать на вооружение язык рисковиков, а именно оперировать не только стоимостью клиента, но и стоимостью клиента с учетом риска. для этого вам надо а какой у нас индикатор риска для клиента его скоринговый балл, точнее диапазон скорингового балла, в котором этот клиент находится. Вам это надо понимать, тогда у вас пропадут вот эти конфликты с бизнесом, когда он говорит, вы прислали мне, нагнали мне по объявлению 150 клиентов, которых я не могу профилитовать. Спросите, какой скоринговый балл у этих клиентов? И точно так же наверняка вы даже персонализировано понимаете, какой клиент откуда пришел. и вы можете каждый канал коммуникации или каждый интегрированный канал коммуникации персонализированно посмотреть и попросите рисковика дать оценку по скорингу диапазону, по скорингу этого канала. И тогда вы будете уже оценивать эффективность привлечения не только там рубль за клиента, но рубль за клиента с учетом риска. И вполне возможно, что некоторые каналы коммуникации вам будут по которым приходит меньше клиентов но большего качества вам окажутся предпочтительнее чем канал генерирующий больше объем. Да, я хотел рассказать вам про скоринги. Можете сами почитать а то можно спросить. Настоящий маркетолог стал, что будет 8 минут мы порадовались а было реально 10 минут как обычно как у всех вопросы мне кажется либо та часть зала у нас засыпает от недостатка кислорода спасибо если что контакты есть контакты есть а вы презентацию можете презентация будет доступна пожалуйста Владимир достаточно хорошо известен Владимир а как информация по клиентам по которым есть запрос в бюро может передаваться в банк гоняться не хочу что-то как